Кстати, Куровский ничего про Хад Шипсут не писал? Или про Полы? Может писал, но я просто не так уж много изучаю. Ведь сейчас и Скляров, и другие. Кстати, как Склярова? Удаётся смотреть или нет? Советую. Скляров, просто что столько много, что я даже паниковать иногда. Можно заходить на YouTube, скачивать аудиодорожку, загружать телефон, ходить заниматься своими делами и слушать лекции через наушники. Я делаю по-другому. Можно и на ночь, как было рассказано. Ну, на ночь тоже я слушаю. Кстати, так ставлю лекции на ночь. Не, я просто сообщаю, что интересный человек, а дальше уже дело хозяйское. Просто что Скляров как? Он говорит, непонятно откуда кокаин в египетских мумиях, непонятно откуда другие вещества в египетских мумиях. А всё понятно. Царица Хадшипсуд, она свои караваны посылала в Южную Америку, она посылала и в Индию, она посылала в Австралию, в Австралию на одной. Мы искали, есть конкретные надписи, какой египетский фараон туда посылал корабль. А сюда она посылала за полынью, за мёдом, за этим вот льном и за чабрецом. И, кстати, часть негров она оставила на Кавказе, она подарила понтейскому царю их. Негров? Ну, убийцам. Это не негра, это… Которые дали потом вот это поколение такое, да, кавказское? Частично. То есть получается чабрец тоже, да? То есть очень такое… Имя бога чабреца – Чаян. Чаян? Да. То есть, по сути дела, наш чай – это чабрец. Слово «чай» обозначает, ну, чабрец. Я понял. А Иван-чай? Ну, Иван-чай тоже, как бы, хороший, но чабрец вот… Снова, это золотой вот стандарт рахманской традиции чабрец. Это вот, как, допустим, есть культ Велеса, можно молиться Велесу, можно молиться там кому угодно. Но есть ведическая традиция, можно направиться к Рапу с помощью знаний ведической традиции. То есть, ну, получается, изучай высшее, тонкое, пронизывает руку, управляет им. Ну, да, да. Изучай все время тонкое, получается. Ну, как бы, не только тонкое, а главное, скорее. Ну, главное. Ну, я в этом. Так что, разберем сейчас философскую концепцию или бога Мираанта, или что? Мне очень хочется разобрать философскую концепцию, но думаю, что бога Мираанта надо разобрать в первую очередь. Хорошо. Почему-то мне так показалось? Да. Получается, Ман или Ману – это бог-прародитель человечества. Он к Мираанту не имеет, как бы, ну, как имеет отношение, как любой бог, к любому другому богу, но это не один и тот же. Мираант, ему где-то под 13, может, чуть больше миллиардов лет. Где-то 13 с половиной, где-то так. Почему не могу точно сказать? Потому что ведические датировки относительно такой давности еще не совсем… Мираант или Мирантай. Мираант или Мирантай – варианты имени. Мирантай. Мирантай, да. Это полное имя. Вообще, концовка Ай, она часто отпадала. Ай или Айо означает, что он хозяин жизненной силы еще. Получается, это бог, которого Всевышний назначил быть и заведовать, как бы, порядком мира. Когда Сварак создал Аллатара, ну, вселенскую структуру. Что такое Аллатара, уже известно там, где-то… Ну, я только слышал, что вы прославляли в какой-то мантре Аллатара. Сам звук. Да, 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 да. Есть мировое яйцо. Внизу проявляется Всевышний, как прабог. Всевышний испускает свою мысль. Вот здесь – мировое яйцо. До Сюдова доходит его мысль. Тут он перерождается, становится Свараком. Вокруг себя творит вот ту штуку, которая на книжке изображена. Четырехугольник. Вот этот. Он здесь растянутый, представляем его просто четырехугольник. И представляем, что это не ручка, а это обелиск с четырьмя гранями. Угу. Там уже… Ну, вот так тогда получается. Угу. Ну, только это тонкое и микро-микро-микро. Дальше. Всевышний, когда сотворил эту штуку, он испустил из Танбуга от числа Бога. Там зародились Белобог и Чернобог. Всевышний поднялся, стал родом, принял искр из духовного мира, воплотил в мировом яйце. Все это неважно. Но вот когда он создал сваргу, он за всем этим назначил ответственным мирантая. А ант в конце имени означает защитник. Мирант означает защитник мира. Защитник мира. Да. Защитник миропорядка. Кстати, вот там в мистических версиях христианства, там изображается, что из Адама как бы тоже растет мировое древо. И как раз Сефирот, Каббала и так дальше. Я так чуть-чуть слышал. А скандинавы изображали, что, соответственно, есть великан и мир. И из его частей боги создали все. Но там тоже кровавые скандинавские бредни о том, как боги резали его на запчасти. Но это бред. Понятно. Ну вот. В покое написано так, что бог создал мир, человек, и положил его на землю. С него создал землю. Снова. Там вот, когда я смотрел, допустим, записи Куровского, я их смотрел пару лет назад, и Куровский там конкретно вот эти нюансы про мира, о том, что он как бы бог мир, что он пронизывает все, говорил. Поэтому я это запомнил и привожу как параллель. Я там. Но вообще я не по Куровскому это излагаю, а по текстам. Да. А как бы что там Куровский пишет, вопросы чисто к Владимиру Витальевичу. Так, и мир в скандинаве, да? Да. Ну там они все переделали в то, что боги друг друга режут. Вот там вот такое вот. Это, ну, как-то бредоватенько, скудноватенько в духе полудиких племен полузамерзшего скандинавского полуострова. Вообще он тот, кто занимается миропорядком в этой штуке, которая называется Алатара. Алатара это как вселенная, да? Это обелиск вот этот. В египетской версии он Бенбен. В шумерской версии он Дуку. В индийской версии это Лингам, то есть фалос, член Шивы. А, Лингам, это вот такой, я не знаю. Ну, член, где-то родные органы. Есть еще Раджа-йоги, они изображают Шивилингом в виде точки. Это вообще непонятно, как это у них так получилось, но есть традиционные индийские изображения Орингама. Ну, они снова вот индусы знания о вот этом обелиске превратили конкретно, они изображают его в виде члена, вот буквально, вот самого, что ни на есть. Ну, там такой еще кружочком, такие, по-разному. Ну, да, там они вот чуть, ну, все равно, как бы, к этому стремится идея. А если разбираться, то это не член, это обелиск. Вот как его египтяне изображали, к примеру. И в тексте о мироздании я привожу, к примеру, балтийскую версию этого обелиска. Вот у нас начерчена прорисовка вот этого, так сказать, фаллоса. Вот как его изображали наши предки. Они уточняли многоуровневость. Это тоже некое искажение, но это искажение для подчеркивания идеи, что вот здесь встроены микроуровни микроалатара. Вот это скифское навершие с той же идеей. Вот это из ретринского храма. Ну, и там дальше я привожу другие археологические объекты, которые как раз иллюстрируют идею Аллатара. То есть, получается, это всё проявление... Мирант занимается порядком. Ант в конце имени означает защитник. Если бы его имя было Антамир, это значит противник мира. Если Мирант – защитник мира. То есть, где эта приставка стоит, скажем, она дает... Конечно. Либо защитник, либо против этого всего, да? Ну да. Ну да. И также же их получается анти, да? Или посаду и слопы. То есть, вот это всё, это имеет вот Минандаевич, да? Да. Это его образ, ну как его там сам, да? Да. Это его тело, это его вотчина, это он. В Голубиной книге это такой уже христианно-простолюдинско-эзотерическо-непонятно какой текст. Я имею в виду Голубиную книгу не Пятибрата, а именно старинную Голубиную книгу. Мирант заменён Иисусом. В индийских версиях Мирант с Крещен, с Всевышним, и в китайской версии это Паньгу, а в индийской версии Праджапати или Пуруша это более чистая версия как раз Миранта. А, Пуруша, Пуруша. Да. Именно Пуруша это, да. Пуруша это... Человек-миропорядок. Да. Ничто неизменённое. Ну, как бы, такое, как ось. Вон там ось по центру. Праджапати. Ну да. Пуруша тоже не меняется. Ну, если миропорядок изменится, законы развалятся, кошмарики настанут и мы их даже не увидим, потому что мы видим благодаря отражению света. Мирантай. Ну, я тут сразу же себе написал. Эмир, Манул, Адам, Кадмон. То есть это получается... Ну, это некие его параллели, но не совсем. Вообще Адам – это название адской планеты. Адама, то есть мощь Ада. Ад – аббревиатура антидобро. Ну, то есть, ну, если исходить из такой вселенской концепции, что чернобог, ну, белобог вообще, приближение, то, в принципе, и... Ну, это да. Ну, мы исходим из исторической концепции, где Адам – это адская планета, на которую высадился Егова. Вода там была заморожена, Егова там ее терраформировал, построил лабораторию. Вот как в сериале «Западный мир» или «Мир дикого запада» сейчас показывают, как некие люди для развлечения других людей создали искусственных, человекообразных, мыслящих, почти как люди, выглядящих из такого же мяса состоящих искусственных людей. Продолжение следует... ...